В Сирии российские военные уничтожили одного из главарей ИГИЛ. Абу Мухаммед Аляднани был вторым человеком в иерархии запрещенной во многих странах террористической группировки. Его еще называли главным спикером боевиков. Занимался всем, что обычно подразумевают под словом пропаганда. Это из его уст неоднократно звучали призывы к совершению терактов по всему миру и угрозы в адрес Европы и США. В Пентагоне его считали архитектором зарубежных операций. Аляднани координировал передвижение боевиков и занимался вербовкой наемников. Ранее, кстати, Вашингтон за голову этого террориста объявил награду в 5 миллионов долларов. Аляднани, а с ним еще порядка 40 боевиков, ликвидированы в результате удара российского бомбардировщика Су-34. Как сообщили в нашем Минобороне, операция была проведена в провинции Алеппо. Это сейчас самая горячая точка на карте Сирии. От постоянных обстрелов страдают не только люди. Под угрозой уничтожения многие древние памятники. Из Алеппо репортаж Олега Шишкина. Так выглядит сейчас национальный музей Алеппо. Вход в центральное здание сотрудники музея заложили мешками, щебнем и песком. И, судя по их состоянию, они выдержали попадание не одного десятка осколков. Музей в зоне обстрела. Вот эта воронка образовалась здесь два дня назад. Снаряд прилетел с территории, контролируемой террористами. Страницы музейного каталога словно кадры из прошлой мирной жизни. Таким музей был до войны. Здесь находилась одна из самых внушительных коллекций древности на Ближнем Востоке. Все ценные экспонаты вывезены из музея в специальное хранилище, где оно находится тайно за семью печатями. Террористы – враги цивилизации, враги человечества. Первое, что они делают, разрушают скульптуры, памятники культуры. Боевики, которые говорят, что воюют во имя ислама, не имеют никакого отношения к исламу, хотя бы потому, что они разрушают в Алеппо исламские ценности. Халид Аль-Мусри показывает, как выглядела одна из мусульманских святынь в Алеппо. Минария древнейшей, основанной в 715 году мечети Аммияда, сейчас разрушен боевиками. Сильно пострадали и древние крытые торговые ряды длиной 12 километров. Разрушения в самой древней части Алеппо колоссальные. Есть места, где не осталось ни одного целого дома. Местные жители давно ушли отсюда. Лишь на некоторых улочках теплится жизнь. Нас ведут по самому безопасному маршруту, но и на нем встречаются участки, которые приходится преодолевать короткими перебежками. Мирная жизнь в старой части Алеппо обманчива. Вот на этой улице работают магазины, ходят мирные люди, а вот на соседней, которая перетянута вот этим полотном, уже могут находиться снайперы и огневые точки террористов. Война здесь стала частью повседневной жизни. Местные жители, похоже, уже не обращают внимания ни на звуки перестрелки, ни на взрывы в соседнем квартале. Это один из разорвавшихся снарядов, самодельных снарядов, которыми боевики обстреливают город. Это обычный газовый баллон, к которому приварен хвостовик. Внутри вот здесь даже еще осталось селитра и обычно поражающие элементы. Болты, гайки, куски арматуры. Вот здесь на стене как раз и видны пробоины от этих поражающих элементов. Под огнем террористов оказался и древнейший христианский храм в Алеппо, основанный еще в VI веке. Служители церкви вот здесь собрали осколки снарядов, которые прилетали сюда со стороны боевиков. Везде видны разрушения, мешки с песком. И вот этот циферблат от часов, который упал с башни, стрелки до сих пор показывают точно время начала обстрела. 15 часов. На съемку с воздуха сирийские военные дают всего 5 минут. Боевики моментально засекают и сбивают все беспилотники в небе. Риск большой, но эти кадры лучше всего дают представление об утраченном историческом наследии. Большинство памятников придется восстанавливать практически с нуля. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Владимир Павляков, Первый канал Алеппо, Сирия.